приветствую вас на телеканале импакт программа влияние вы прямом эфире спасибо что вы остаетесь с нами на импакте юрий аскерев со мной юра приветствую добрый благословен будьте благословен и дорогие друзья мы будем говорить тему с тобой интересно эта тема христианская свобода и откуда она берется откуда она дается кто ее дает можем ли мы быть свободны есть относительная свобода есть абсолютная свобода вроде она есть и вроде ее нету вроде она есть и вроде ее нету когда мы говорим о свободе такое уникальное слово свобода мы стараемся представлять вот само это слово и все что связано с этим словом относительно чего-то кого-то относительно общества относительно семьи и относительно нашего его вероисповедания. То есть все эти аспекты мы сегодня будем с вами говорить. Юра, тебе слово. Хорошо. Спасибо за слово. Дорогие друзья, будьте благословенны. Вы знаете, что очень интересны многие вещи, которые встречаются в нашей жизни. И таким самым у нас есть христианская свобода. Вроде оно есть, и вроде её нет. Почему? Потому что, с одной стороны, люди иногда на сцене топают ногами, лупят сатану, а потом буквально в конце этого служения они просят «помолитесь, пожалуйста, у нас проблемы» и так, и так. Хорошо. И поэтому, друзья, мы сегодня рассмотрим. Тема очень серьёзная, тема очень благословенная. И, возможно, кому-то она сегодня откроет глаза. Ну, возможно, возможно, кто-то не поймёт. Я думаю, что мы постараемся сегодня ясно донести до людей то, что такое христианская свобода, от кого она приходит и от чего нам нужна свобода. Почему? Потому что на прошлых передачах я говорил, я был человек с мира. Человек, который пришёл в церковь, человек, которого освободил Господь, призвал и освободил Господь. Но буквально через три дня были сильнейшие депрессии. И я задался вопросом «Господи, а почему?» И ответ был «началось обучение». Началось обучение чему? Началось обучение Писанию, началось обучение общения с Святым Духом, началось общение с людьми и так дальше. И сегодня я хотел бы немножечко посмотреть, от чего нам нужна свобода. Можно? Да, да, пожалуйста. Хорошо, друзья, я уже не буду говорить, что от греха. Мы знаем, что грех – это нарушение заповеди. Это плохо. Да, это плохо, потому что всегда мы говорим об этом. Но я хотел бы поговорить о других вещах. Вот смотрите, от эмоционального расстройства, потеря Божьего мира. Довольно часто бывает. И мы не понимаем, как, почему и для чего оно происходит в нашей жизни. Депрессия, то есть подавленное состояние. Как оно приходит? Почему оно приходит? И как освободиться от него? И как жить без него? Дальше – разочарование. На многие вещи и на многих людей люди смотрят, и они разочаровываются. Дальше – раздражение. Ну, интересная вещь, почему? Потому что все мы довольно часто раздражаемся. Есть. Но никуда не уйдешь. Есть. Юра, я стараюсь очень редко раздражаться. Я понимаю, Юра. За исключением некоторых случаев. Ты скажешь, это у тебя черта характера. Юра, я ничего… Ты, наверное, в отца пошел, ты мне скажешь. Я ничего не скажу. Почему? Потому что есть многое от родителей. Есть многое от родителей. Есть многое, что пришло как изменение от Бога. Есть. Я не спорю. Но я говорю за большинство людей, у которых… Дни временами раздражает меня. Это невежество людей. Ну да, да. Хорошо, друзья. Дальше. От чего нам нужна свобода? Свобода от мнения души. От других людей она ставит сеть, в которую мы довольно часто попадаем. Дальше. Оно заставляет тебя поддерживать ошибочные, ложные мнения. Почему? Ну, я завишу, например, от кого-то, от чего-то мнения. И мне не хочется терять связь с этим человеком. И когда он говорит или ложь, или что-то, я… То есть люди стараются поддержать. Почему? Они не хотят терять связь. То есть это находится в тени кого-то. Да, да. Или в тени своего ближнего какого-то, в тени своего друга. Кто-то находится в тени пастыра своего или лидера своего. Есть хорошая тень пастыра. Я понимаю. А есть другая тень. Хорошо. Дальше. Заставляет… То есть если мы зависим от мнения других людей, оно заставляет нас идти за большинством. За большинством. И мы видим… Я видел много раз, когда люди после этого говорили, да, вот я поддержал, я пошел за большинством, а теперь я жалею за это. Почему? Потому что человек попал в сети. Дальше. Если я завишу от кого-то, это игнорирует меня как личность. И эти люди, от кого я завишу, чье мнение люди поддерживают, они игнорируют меня уже как личность. Дальше. Это заставляет угождать людям. То есть быть угодниками. Только не Бога угодниками, а человека угодниками. Дальше. Если я завишу от мнения других, это заграждает истину. Почему? Потому что я начинаю говорить неправду, как говорят люди. То есть ты подстраиваешься под общество и его мнение. Хорошо. Дальше. Но это не хорошо. Я просто говорю для того, чтобы продолжить. Дальше. Если я завишу от мнения людей, это забирает у меня друзей. Потому что приспосабливаешься кому-то, ты теряешь их. Это очень важно. Это очень важно, друзья. Библейское слово «друг», «друг» – это не то, что в нашей жизни сегодня. Я повстречал, привет, друг, привет. Нет. В Библии человек, с которым я прошел через завет. Через завет, как Иоанна Фан с Давидом. Ну, у нас это уже выражено немножко по-другому. Например, с моим другом Николаем Литвинюком я прошел через завет, потому что мы принимали крещение примерно в одно время в одной церкви. Мы друзья. В Америке это настолько стало в обиходе нашем, что я тебя один раз встретил, и я уже тебя другом называю. Я знал одного человека, который встречался с одним из сенаторов в штате Вашингтон. Один раз встретился, говорит, о, это мой друг. Я говорю, а вы так часто общаетесь? Да нет, я говорю, а сколько раз ты виделся? Один раз. То есть это уже как слово-паразит. Friend, friend. You're my friend. You're my friend. Я понимаю, Юра, очень много есть слов, которые уже в наш лексикон перешли измененными. Мы это говорили много раз на ТВ-программах. Мы говорили об этом. Слова, которые потеряли свое значение. И вот одно из этих слов, это слово друг. Друг – это человек, который прошел через завет. Почему мы называемся друзьями Христа? Потому что с ним мы вступили в завет. Жена может быть другом. Да, жена. Сын может быть другом. Сын может быть другом. Или же человек, с которым я заключу завет, как и Анафан с Давидом. То есть не один пуд соли съел, вот это друг. Ну и то. Дело в том, что, например, я жил на Востоке. Я жил, вернее, на Кавказе, в Азербайджане. Там, когда два человека заключали завет, это вот как с Давидом, они становились друг против друга. Они менялись оружием. Дальше. Они резали свою руку. Они ее соединяли. То есть символически кровь перемешивалась. Это в старые добрые времена были. Они и сейчас есть. Но только не в христианских странах. Это есть на Востоке. Даже в некоторых христианских странах бывает это. Почему? Потому что друзья хотят породниться, стать кровными друзьями. Ну и потом получается, что семьи входят в этот завет. И они становятся ближе, чем братья, ближе, чем родственники. И обычно в таких дружеских сообществах измены нет. Предательства нет. На Востоке семейные узы и узы дружбы, они крепки. Там за друга, а не секир башка за друга. Продолжай. Хорошо. И вот мы, друзья, увидели. Я уже не говорю за такие вещи, как алкоголизм, как сигареты, как подлости, коварства, как плохие мысли. Ну и так дальше. Я уже за это не говорю. Это четко и ясно мы знаем. И получается интересная вещь. Мы говорим, свобода есть, а на самом деле ее нет. И как понять? Сказать, Библия не права, у меня язык не повернется. Сказать, а почему? Вот сейчас мы будем разбирать. Потому что у нас упущено, упущено, я еще раз говорю, упущено, самая главная деталь церквиат. Обучение. С кафедры именно говорит то, что говорит Писание. Не, извините, прочитать какое-то место и полем, полем, полем ветер полетел. Все. Нам нужно Писание и толкование ее. Меня не интересует, что там сказал Дед Матвей. Меня не интересует, где-то какая-то бабушка сказала. Меня даже не интересует, что Ориген сказал. Меня это не интересует. Меня интересует то, что сказала Божье Слово. И сегодня, друзья, на основании Писания мы будем смотреть, как христианская свобода и от кого она приходит в нашу жизнь. Это, друзья, очень интересно. И самое первое, христианская свобода зависит от того, кто тебе ее дарит. Это очень важно. Если мы смотрим Ефесянам 2 главу, там написано, что мы когда-то были мертвые по делам и преступлениям нашим. Мы ходили и, как говорится, слушались эти силы зла, которые нам давали на ухо, как говорится, свои советы. Другими словами, мы когда-то говорили, 10 тысяч мыслей каждый день летят в наш разум. Это духовная борьба. И эти мысли не всегда хорошие. Но, извините, эти мысли, на них, то есть они превращаются в эмоции, а на них силы зла играют, как на скрипке. То есть мы можем или отсекать эту мысль, или пускать ее в сердце. Да. Мы за это говорили. И если у вас, Юра, у тебя будет желание, у наших зрителей, мы особо поговорим на эту тему и особенно возьмем вторую главу Ефесянам. Мы ее разберем полностью. И там заключены очень важные истины. Хорошо, друзья. И вот самое первое. Она зависит от Бога. который он увидел человека. То есть он определил его. Я свято верю в предопределение 8 глава римлянам. Там четко и ясно написано, кого Бог предопределил. Хорошо, что он делает дальше? Он оживляет мертвого человека. Еще не спасенный, он не спасенный. Он еще не знает о Боге, но Бог оживляет его. Он уже живой. Дальше он дает в его сердце веру. Интересно. Он дает его сердце веру. И только после этого он посылает свое слово, чтобы человек принял это верою и, как говорится, уже был тем человеком, который Бог нашел. Хорошо. Самое первое. Мы видим, что это делает Бог. Зависит от него. Дальше. Он дает тебе духовные рощи через свое слово. Очень важно, друзья. Слово надо читать. И слово надо исследовать. Слово не то, чтобы прогонять по 10, по 20 страниц за один раз. Оно ничего не даст. Оно ничего не даст. Я это могу сравнять с одним. Вот я еду на машине, я шофер. Я не смотрю по сторонам. Я смотрю вперед. Но уже когда моя жена сидит за рулем, я герой. Я могу посмотреть. Я могу рассмотреть. Я могу что-то взять для себя. Так же самое и здесь, друзья. Когда мы исследуем, читаем Писание, исследуйте его. Исследуйте. То есть слово исследование, ну давайте мы сообразим, как надо копать. Если я знаю, что там драгоценность внизу, я копаю, копаю, копаю до того момента, когда я ее найду. К сожалению, Юра, в нашем христианском мире, да и в нашей среде, в нашем обществе славянском, ничто так не пренебрегаемо, как слово, и ничто так Богом невознагождаемо, как пребывание в его слове. Хорошо, Юра. Это я так дополняю. Да, это хорошее дополнение. Хорошо, Юр. Дальше мы видим, что для духовного роста он помогает тебе, помогает расти и дает тебе хороших людей. Именно хороших людей. Среду обитания ты имеешь в виду? Не, не то, что среда обитания. Ну, если моя среда обитания были неверующие люди, отец и мать. Кто мне мог дать духовный рост? И Бог дал. Ну, однажды меня человек привел к теть Соне. Я приходил к некоторым служителям. Вот особенно брат Федор, я вообще благодарен этому человеку. То есть, Юра, ты поставил себе в зависимость от тех, которых ты видел свободными. Да. А в этом тебе был дефицит, потому что ты был зависим от своей мирской жизни. И ты видел в этих людях образец того, к чему ты стремился, и что ты мог от них получить. Да. Это я называю, это поставит себя в зависимость от... Хорошо, Юр. Это ты правильно говоришь. Я не знал во многих случаях, как мне поступать. Я пришел к одному человеку попросить совет, он меня отправил. Ну, было такое. Но когда я перешел в церковь, к брату Федору, был брат Степан Колынюк, ну, извините, люди начали работать надо мной. Я говорю, если брат Федор был хорошим и человеком, который трактовал Писание, хорошо проповедовал, молился, был пророком, брат Степан был хорошим организатором. И, извини, он показал нам одну интересную вещь, что помогать людям должен не только человек, который пришел в церковь, но и пастырь, и его дети. И это я видел своими глазами. И за это я ему говорю большое-большое спасибо. Ты знаешь, я имел неделю назад, я имел интересную встречу. Поделиться с тобой? Давай. Позвонил мне человек из другого штата и говорит, я хочу с тобой встретиться. Я говорю, ну, график, мое расписание не позволяет мне прилететь или приехать к тебе. Он говорит, я все бросаю, я приезжаю к тебе. Я говорю, сколько времени тебе требуется. Ну, он говорит, часа три от тебя. К моему удивлению, он приехал, мы встретились, и он мне говорит, говорит, я хочу поставить себя в зависимость, мне, говорит, я хочу, Юрий, я хочу поставить вас, то есть себя, он говорит. Он чуть моложе меня. Не сильно, но, наверное, на лет 10, где-то так. я хочу поставить себя в зависимость от, мне, говорит, от вашего авторитета. Я говорю, а что это тебе даст? Потому что, говорит, я хочу иметь то, что имеете вы. Это точно его слова. То есть, я хочу, чтобы вы стали моим ментором. Знаете, что такое ментор? Ну, ментор по-английски это попечитель. Говорит, я не требую, Юрий, от вас сейчас ответа. Подумайте, помолитесь. Вот, и, так сказать, мы, то есть, я к чему? Я не к тому, что я хороший, он плохой. Я к слову говорю. Это в тему того, что, когда мы желаем духовного роста, когда мы желаем свободы от какой-то зависимости, я говорил с нашей молодежью и не раз, говорю, если вы чувствуете зависимость от любого вида зависимости, в молодом возрасте это любая может быть. Я не буду именовать, все достаточно взрослые и духовно зрелые, чтобы понимать. Говорю, поставьте себя в зависимость от зрелого духовного лидера. Не обязательно лидером, это может быть друг, это может быть отец, это может быть родители. Поставьте себя в зависимости от них и будьте подотчетны. А я задаю этому человеку вопрос, а зачем я тебе нужен? У тебя есть свой пастырь, у тебя есть свои лидеры, другая церковь, другой штат. Он говорит, я хочу быть подотчетным. То есть, и я так посмотрел, мы помолились, говорю, я подумаю, буду молиться, я дам тебе ответ. Я к тому, что то, о чем ты говоришь, это очень важная составляющая, Юра, когда мы, когда мы находим в себе смелость, мужество, мужество сказать, слушай, вот в этом меня недостаток, в этом недостаток, в этом недостаток, или я как кипятильник кипячусь по поводу и без повода. Знаешь, как спичка говорит. Понимаю. Мне лучше поставить себя рядом с теми, с которых я могу брать пример. Украинский есть такое слово взирец, образец, который я могу и подтягиваться под его уровень. Продолжай. Хорошо. Дальше. Мы видим то, что Бог открывает, то есть, через Писание, Он открывает тебе что хорошо, что плохо. Это тоже очень важно. Это как крошка-сын пришел к отцу. И спросила кроха. И это хорошо. И дальше Он, Слово Божье, оно избавляет тебя, Бог, избавляет тебя от проблем. Как? И сейчас я буду говорить второй пункт. Это все делается через Слово Божье. Почему Библия, которая у нас дома, она важна для нас? Потому что это взгляд, это мысли, и это то, что Бог хочет видеть и желать в нас. Это очень важно. И Пятикнижье Моисея, я уже много раз говорил, и еще раз повторю, это Божье учение. Это Божье учение, которое говорит и показывает нам. Вот смотри, элементарно, мы смотрим книгу Бытие. Семья Авраама. Дальше, семья Исаака, семья Якова. Как все происходило? Да мы там кучу конфликтов видим. и развязку их. На примере этих конфликтов мы можем, находя себя в такой же ситуации, сухим выйти из воды. Образно выражается. Дальше, книга следующая, книга Исход. Она вообще показывает, она показывает Бога в действии. Бога в действии. Это очень важно. Книга Левит, она показывает нам, как нам можно сохранить свое здоровье нормально. Это связано и с питанием, это связано и с отношением между людьми, и это напрямую связано с послушанием Бога. Четвертая книга. И со священодействием то же самое. Да, потому что я вот готовлю на радио программы на Израиль сегодня, и я посмотрел, если для простого израильтянина было очень мало заповедей, очень мало, я еще раз повторяю, очень мало, было очень мало. А для священников там не все писание. То есть, другим словом, пятикнижные это духовно-нравственный закон, который для сегодняшнего дня столь же актуален, за исключением жертвоприношения. Я понимаю, да, и если в то время, вот сегодня люди называют себя пастырями, да посмотрите, что священнику заповедано, не быть администратору, а Аарону было приказано от Скинии не отходить, потому что он поставлен был пастырем для Израиля, человеком, который был посредником между Богом и человеком, как у нас сегодня стараются это объяснить. Так, пожалуйста, будьте ими, не администраторами, а будьте теми людьми, которые доносят Божье Слово до людей и Божьи проблемы несут к Богу, то есть, людские проблемы несут к Богу. Юра, я сделаю дополнение, есть такие духовные пастыря, у нас такой был. Совершенно верно. Их материальное, они есть сегодня, я знаю ряд таких, их материально не интересует, они понимают, что они предстоятели пред Богом за народ, это сильная сторона этого служения. Я понимаю. А есть, как ты говоришь, пастырь-администратор? Хорошо. Я просто сейчас сделаю маленькую вставку, которая будет, как говорится, ну, соединять все то, о чем мы будем говорить. Писание говорит о Христе. Теперь, если бы не Христос, все то, что написано в Библии, для нас было бы мертво. Почему? Потому что мы язычники. И Бог увидел нас, и Он послал Своего Сына, единственного, на эту землю. Он пришел в человеческой плоти. Он не пришел, извините, как с громами и молниями, Он пришел в человеческой плоти. Он жил среди людей. Он взял на себя грехи и беззакония всего человечества. И самое основное, это тот грех, который был сделан Адамом и Евой в Эдемском саду. Первородный. Да. Он пошел на крест и отнес туда наши грехи и беззакония. Там его распяли. То есть, это было наказание за наши грехи. Друзья, я хочу акцентировать, это было наказание за наши грехи. Сегодня человечество не должно нести наказание. Хорошо, он умер, воскрес, сегодня он на небесах. Грех забран, грех распят. То есть, наказание за грехи понесено. И теперь он предлагает человеку свой подарок, жизнь вечную. И вот теперь, уже на основании этого, что было сделано Христом, освобождено человечество, а оно освобождено. И теперь людям предлагается то, что Бог говорит. И если человек покаялся, вот Божья работа началась. Хорошо, друзья, и в самую первую очередь мы должны благодарить Отца через Иисуса Христа, так написано в Писании. Потому что Он послал, а Сын сделал. Хорошо, и теперь мы смотрим дальше, как и что будет происходить в нашей жизни. Как будет приходить Христова свобода или христианская свобода в нашу жизнь? Хорошо, от Слова Божьего. Слово Божье это учение Бога на протяжении всей библейской истории. Всей, буквально. От создания, как говорится, Земли, от создания Адама и Евы, ну, пока до нашего времени, а мы еще говорим до конца. И мы видим, что очень много написано в Библии то, что нам надо принять, нам надо понять, и нам надо, как говорится, это применить в нашей жизни. Элементарное. Я сегодня смотрю, как родители просто-напросто дети отстраняют от себя. Библия говорит, почитай отца и мать. И будешь, как говорится, ну, на земле долголетим. Что такое почтение? Это не то, что там сдалека папа, привет, или мама, привет. Нет. Это слово имеет намного большее значение. И Писание толкует Писание. Давайте посмотрим. И Иисус идет с учениками, те там пару колоссий. Фарисеи сказали ему, почему твои ученики делают это? И Иисус сказал, а почему вы, как говорится, своим преданием устраняете Божье слово? Потому что написано, почитай отца и мать, «А вы говорите, карван Богу то, что я, ну, как говорится, ну, беру от тебя». Другими словами, они сказали, что у родителей можно забрать и это отдать Богу. И Иисус сказал, нет. Почитать родителей, это беспокоиться о них в старости. Это помогать им из, как говорится, чтобы было покушать, и, как говорится, финансовая помощь. Это дети. Люди взрастили их. А теперь на старости помогите своим родителям. Это Божье слово. И вот смотри, для того, чтобы когда-то одного араба спросили, это в христианской литературе было написано, почему ты столько много живешь? Он говорит, потому что я беспокоился за своих родителей. Я их уважал. А Бог говорит, если ты это будешь делать, ты будешь долголетен. Хорошо. Мы видим, друзья, то, что учение Бога на протяжении Библии. Дальше, помимо всего, оно говорит, что плохо и что хорошо. Это для нас важно. Но извини за выражение, если мне сказали, что если ты дотронешься к этой вещи, тебе будет плохо. Ну, сейчас на Украине растет борщевик, такое растение. Ты до него дотронешься и, извини, все тело может покрыться чем-то нехорошим. Может. Я говорю, к нему трогаться нельзя. А если бы человек сказал, а мне все равно, на меня... Я свободен. оп, и все, и ты уже не свободен. Почему? Потому что ты не послушался и ты имеешь проблемы. И очень много в Библии того, что говорит для нас, чтобы мы этого не делали. Не воруй, не пролюбодействуй, уважай родителей, ну и так дальше. Не лжесвидетельствуй, не убивай. Да. Потому что евреи, если лжесвидетель ословили, лжесвидетель получает то, что он планировал сделать тому человеку, против которого он лжесвидетельствовал. Вот сколько по жизни приходилось, и по молодости, и по сегодняшний день приходится слышать, что вы ограничены. Вы, христиане, ограничены. Нам говорили штунды. Вы забиты, вы ограничены. Вы себя ограничили, потому что видели наших сестер в платочках, видели, что мы без галстуков ходили. То есть видели, что мы скромно ходили. И говорят, вы ограничены, ограничены в мышлении, потому что вам... Юра, я это слышал. Да. Толстого нельзя читать там. Или Мапассана нельзя читать, француза. То есть, не понимая того, люди не понимают того, что по большому счету, по большому счету, Юра, вот это книга ограничений. Это книга огромных ограничений. Куда ни посмотри, везде ограничения. Но для нашего же блага. Почему Бог ограничивает нас? В наших интересах ограничивает. Плотских, мирских. Ограничивает в нашем избрании с кем общаться, с кем не общаться. Это я так два именовал. Почему? Потому что Бог видит намного дальше, к чему это может привести. Моя так называемая в кавычках свобода. И по этой-то причине Бог ограничивает нас. Точно так, как Бог в Едемском саду, Адама и Еву, ограничил. От всякого дерева может быть. От этого не ешь. То есть Бог сознательно, сознательно, зная, к чему это приведет, Он ограничил нас в своей великой премудрости. Я это, знаешь, как я это интерпретирую? По той причине, что мой плотский ум, мой плотский ум, он не в состоянии видеть намного дальше того, как Бог видит. Юра. В своей мудрости, премудрости и в своем ведении. Аминь. И по этой-то причине то, что я ограничен, это к моему же благу. А к вашему же благу. Как ты говоришь, не убей, не дотрагивайся, не смотри. Это для меня же. Не из-за того, что меня тянет. Моя свобода, моя свобода, она абсолютная свобода. Почему? Я свободен от этого. Не из-за того, что я боюсь это делать, а из-за того, что я не хочу это делать. И в этом-то моя истинная свобода. Юра, продолжай. Знаешь, когда-то мои друзья неверующие, ну как, мы встретились, говорили, я им рассказывал немножко, они смеялись, и они сказали, вот ты ограниченный. Я говорю, чем я ограниченный? Тебе нельзя пить, курить. Курить, да. Я говорю, ребята, материться нельзя. Давайте так, вы мне сейчас даете сигарету, я закурю. Да. Но даете вы слово, что вы курить не будете. Мы такого не можем сказать. Я говорю, смотрите, видите, я независим. А они зависимы. А вы зависимы. И поэтому, друзья, это очень важно. Хорошо. Моя независимость в чем? Я не стараюсь делать того, чего я не хочу. Да, чего я не хочу. И второе, что может оскорбить чувство Бога, которому я служу и поклоняюсь. Это второе очень важно. Второе очень важно, мое дополнение второе. Одно то, что ты не хочешь это. Другое тело, другое дело, что ты понимаешь, ты не имеешь права оскорбить чувство того, который спас тебя, обмыл тебя, простил тебя. Но, Юра, есть еще другое. И дал тебе жизнь вечную. Это люди. Ну да. Это люди. Мне предложили мои друзья. Практически во всех партиях политических Украины были мои друзья. Потому что это было связано и с моим служением. И они мне предлагали, Юра, будешь бабла иметь сколько хочешь. Я говорю, ребята, во-первых, я служитель. Если я пообещаю людям то, что не сделается, как на меня будут смотреть люди? Я не хочу этого. Я служитель. Я стою пред Богом. Все. Все. Хорошо, Юр, пойдем дальше. Давай. И вот смотрите, помимо, я уже сказал, говорит Слово Божье, что хорошо, что плохо. Дальше, помогает разбирать душепопечительские ситуации и методы выхода из них. Это все есть в Библии. Я много раз говорил служителям, посмотрите, поисследуйте. Я им даже места называл. Ну, знаешь, намного легче прийти на собрание, открыть, пять минут посмотреть и все. Дальше. Оно показывает божественный взгляд на все происходящее. И вот теперь, друзья, еще одно, очень важное. Это от Святого Духа, который доносит тебе божественные откровения. Мы знаем, что Он исполняет волю Небесного Отца от твоего спасения. Он. Потому что, если мы смотрим первую главу Бытия, первые стихи, «И сказал Бог», то есть Бог сказал, пошло творческое слово. Мы знаем, Библия объясняет, творческое слово это Иисус. И дальше Дух Святой, Дух Святой дает информацию о том, что происходит на земле. Он дает эту информацию Отцу, и Отец посылает творческое слово, которое начинает работать. И в это очень важно. Так же самое сегодня, если мы говорим, что мы имеем Дух Святой, Он дает информацию о нашей душе. И мы с тобой говорили, что есть одно место, где Бог говорит через ходатайство, через воздыхание неизреченное. То есть этого не видит и не слышит никто. Там не произнесено ни одно слово, но испытывающие сердца. То есть Бог знает мысли Духа. Какая мысль у Духа? Да. Потому что Он ходатайствует по воле Божьей. Мы видим, насколько Бог и насколько Дух Святой реально работает в жизни человека. Мы не знаем, как. Это мы говорим о крещении Духом Святым со знаниями иных языков. Это Римлянам 8, 28. Это потрясающий стих для всех христиан. Юра, там за Дух Святой и за иные языки ни одного слова не скажем. ну, мы как евангельские христиане, рожденные свыше, исповедующие и практикующие крещение Духом Святым со знаниями иных языков, когда испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, то есть, если мы не знаем, о чем молиться, как должно, это именно мы понимаем, и я понимаю это с младенческого возраста. Я принял это с молоком матери, как говорится, о том, что это конкретно апостол Павел говорит, и нас так учили наши отцы, что это в ту тему, о чем мы говорим, это о крещении Духом Святым, о молитве на иных языках. Но это другая тема, у тебя, возможно, есть другое мнение, как-нибудь поговорим об этом. Дальше, Дух исполняет, я уже говорил, Он ходатайствует за тебя. Дальше, очень важно, Он разъясняет Слово Бога и доносит до тебя. Знаешь, Юра, есть очень интересная вещь, мы иногда смотрим, как плотские люди на Духовное Писание. Говорю, как плотские люди на Духовное Писание. Но, если мы учим о толковании Писания, мы должны говорить о том, что перед тем, как ты садишься, помолись. Бог, дай откровение. Евреи говорят, Тора имеет 70 лиц. В 70 направлениях она может давать толкование тебе. Почему? Потому что Тора многогранна и многолика. И для человека одно место оно может иметь, как говорится, для одного одно значение, для другого другое. Я это испытал на себе. В прошлой программе, когда была с Геннадием, я говорил за Захарий 9.11. А что до тебя, то ради крови и завета твоего я спасу пленников твоих из рва, в котором нет воды. Это было для меня как откровение и результат спасения семьи. Дальше. Дух Святой облекает тебя силой и наделяет тебя дарами. Это очень важно. Потому что все люди, верующие, хотят говорить языками. Но, извините, там написано 9 основных даров. И языки только где-то там дальше. Но, извини, это и слово знаний, это и слово мудрости, это и откровение, ну и многие дары. И не только. Я понимаю. Я проповедовал церковь на тему областя и сферы нашей жизни, в которой мы можем быть вводимы Духом Божиим. Это, Юра, Дух, одно из я скажу и продолжим тему. А знаешь, кто тебя в церковь привел и меня привел в церковь? Святой Дух. Подкрепи местом писания. Ну, потому что я уже сказал 2 глава Ефесянам, там говорится об этом. Разреши мне, разреши с твоего позволения, я детализирую. Одним Духом мы погружены или крещены в одно тело. То есть, Дух Святой это личность, которая приводит в церковь. Это может мама привезти, может папа привезти. Неоднократно последняя эмиграция, последние 2 года Украины, которая вот то, что происходит в Украине и я слышал неоднократно от людей. Я говорю, а почему ты в эту церковь пошел, а не в эту? Он один из братьев говорит, то есть, я не в критику, так как есть. Говорит, ну мы с женой обошли там 7 или 8 церквей, мы посмотрели, мы там примерились, мы приценились, ну и решили, что в эту церковь. Я ничего не сказал, а вот, и это неоднократно было. Думаю, а в правильном, в правильном вот формулировке того, почему я в эту церковь пришел, это Дух Божий тебе привел в эту церковь. То есть, у Бога определенная цель для тебя именно в этой церкви быть. У Божьих планах, чтобы ты был в этой церкви, а не в соседа или в соседке или в другой церкви. То есть, ну это я к слову, это не наша тема. И последнее, он помогает расти и учит тебя духовной брани. То есть, это все работа Духа Святого. И последнее, о чем я хотел бы говорить, как ты и я мы познали Бога. Это очень важно. Почему? Будем сейчас говорить. Хорошо, мы видим то, что довольно часто люди говорят, а вот я так познал Бога. Хорошо, как я его познал. То есть, познания могут приходить с разных сторон для новообращенного. И самое главное, это люди, которые тебя окружают. Мне сказали, смотри, до этого, до этого момента, Бог просил все твои грехи и беззаконие, а теперь за каждый грех ты отвечаешь, и Бог будет наказывать тебя. То есть, мне уже сразу заложили идею доброго садиста, который за любую мою ошибку будет только менял луп, луп и луп. Но есть Божье Слово, которое изменяет мнение людей. И я посмотрел, Бог, Бог, человеколюбивый, милостивый, милосердный, истинный, сожалеющий о бедствиях, прощающий вину, беззаконие, и грехи, до тысячного колена любящих его, и только наказывающий до третьего, четвертого ненавидящих. То есть, в еврейском понятии ненавидящие Бога, это люди, которые могут представить, что Богов может быть много, и Бога можно нарисовать. Когда-то у меня был такой конфликт здесь с Сакраменто. Ну, я ее уважаю, женщина с еврейской общины, она это место говорила, как о проклятии. Я встал и говорю, слушайте, это было в еврейской общине. Я говорю, это место относится сугубо для язычников, которые не знают о Бога, которые можно или нарисовать, или представить, что их тысячи. Ну, все, мы конфликт замяли, все. Через месяц я прихожу в ихнюю общину, она встает при всех и говорит, дорогие братья и сестры, у нас с Нури был конфликт, я после этого сразу позвонила в равенат и узнала, и мне сказали, мне подтвердили, то, что говорил Нури, я прошу Нури, извини меня, я говорю, благословенный, все хорошо, это же разбор слова. И вот смотрите, как познают люди Бога, самое первое, о том, как нам его преподнесли. Хорошо, и тогда начинаются размышления. Хорошо, мы смотрим, если он твой спаситель, если, значит, он давно тебя спас, и слово спас стоит в прошлом времени, не в настоящем и не в будущем, он спас нас, не по делам нашей праведности, но по великой милости своей, банью обновления, то есть, возрождения, и обновления Святым Духом. Хорошо, мы видим, слово спас в прошлое время, то есть, это уже сделанный факт. Хорошо, он твой отец, а отец никогда не желает плохого для сына. Еврейский отец отдаст последние деньги ради того, чтобы сын его выучился, стал ученым человеком и при возможности раввином. Это очень важно, это нам показывает Писание. И вот слово наказание в Библии нам перевели слово обучение как наказание с греческого, а в еврейском это поучительное наставление. Или дисциплинирование. Не, Юра, не дисциплинирование. Дисциплинирование идет дальше, следующее слово мастигои, то есть, если не доходит, ну тогда уже чуть-чуть. То есть, но это идет после обучения, да? Дело в том, что обучение идет на протяжении у христианина всей жизни. И если истина не доходит отсюда, то есть, да, отсюда сюда, ну иногда доходит от мягкого места сюда быстрее. И тоже мне рассказывали, как в еврейской школе это все делалось, рассказывали, между прочим, люди, которые сами учились в этих школах. Другими словами, Бог старается сделать все, чтобы его дети обучились, обучались, были авторитетными и важными людьми в обществе. Юра, а это приятно. Это приятно, когда ты идешь, а на тебя смотрят не на как босика, а смотрят как на уважаемого авторитетного человека. Я преподавал в филиале Киевского института международной экономики и предпринимательства. Сначала меня старались не принять, потому что я верующий. Мне сказали, все дети православные. Но после первого раза, когда я просто поддержал ректор, что я рассказывал тебе, мужик. Нет, не рассказывал. Дело в том, что я пришел, а одна учительница, которую она хотела пригласить, значит, что ты там пудришь мозги всем, еще института нету, ты делаешь бурю, ты делаешь калашматишь в городе все. Я говорю, женщина, можно несколько слов она можно. Я говорю, знаете, есть такая умная восточная пословица, меня не интересует, за сколько мы купим слона, меня интересует, чем его кормить. Она говорит, а к чему вы это сказали? Я говорю, понимаете, вот бумаги, Минюст оформить, это 2-3 месяца. То есть, послать документы в Минюст, придет печать, а дальше надо искать помещение, надо искать кадры, надо искать студентов, это время. Проходит где-то года полтора. Я уже преподаю свой предмет, это религии мира. И мы идем с этой ректоршей, она мне говорит, Юра, ты помнишь, как ты меня поддержал? Я говорю, уважаемая, не помню вообще ничего. И она мне рассказывает, вот тогда меня доставало это, и ты ей сказал. Я говорю, и что? Она замолвка, она все поняла, и она больше меня не доставала. Понимаешь, просто-напросто, просто-напросто верующий человек, верующий человек должен быть благословенным, должен быть обученным Божьему Слову, знать, как поступить в ту или иную ситуацию. Это мудрость, которая приходит свыше, именно в тот момент, когда нужно. Хорошо. И мы видим, это очень важная вещь, Юр. 11 минут у нас. Хорошо. Мы дальше видим, что Он твой Бог, который властвует и защищает своих. Божья защита и Божья охрана. Это огромное благословение, которое имеют верующие люди. Но просто снова же, когда люди не просят, когда люди не просят, Бог как бы стоит в стороне, человек старается барахтаться со своими силами. Вы знаете, я когда-то многим приводил пример. Я говорю, смотрите, человек тонет среди озера. Ну, вроде барахтается, уже силы нету, все. И тогда, говорю, ему приходит гениальная идея. Он берет себе зачу и выкидает на берег. Мне говорят, Юр, да ты что? Да ну не может быть такого. Я говорю, ребята, это ваша работа. Это ваша работа. Вместо того, чтобы сказать, Господь, пожалуйста, помоги. Господь, пожалуйста, благослови. Господь, пожалуйста, войди в эту ситуацию. Помоги, благослови и так дальше. Вы стараетесь делать сами. Вы стараетесь делать сами. У меня была когда-то ситуация. Это, снова же, я благодарю людей. Это Олю и Леню Гридюшко, что именно Бог через них ответил на мою молитву. У нас не было где жить. Моя мать, ну, немножко была психически больной. Ну как, женщина, которая пережила и многое в жизни. Убийство отца, убийство матери, то есть, этого времена, когда ребята с красными погонами это делали. Дальше. Она пережила очень многое в своей семье. И уже где-то было 70 с чем-то лет. Ну, она выгоняла нас. Мы одна комната и квартира. Она с России приезжала, делала бучу. И мы должны были, нам человек один пообещал жилье. Пообещал. Но я лежал тогда в больнице, Люба пришла со слезами, от Юра нас обманули. Я говорю, пошли. Пошли. Мы зашли в интернат, а как раз через дорогу он был от больницы. И мы, говорю, давай будем молиться. Хватит. Мы своими силами делали. 8 человек нас обманули. Говорю, так, у нас есть отец на небесах, давай мы сейчас эту проблему возьмем в наши руки и вот так отдадим ему. Ну, это нам Неллия когда-то такой мэртес сказала. Ну, я ей за это очень благодарен. И мы пришли и сказали, Господь, у нас проблема, нам не одержать. У нас маленькие дети. А как раз была перестройка, как раз в стране творилось непонятно что. И мы говорим, Господь, вот эта проблема в наших руках, мы отдаем ее тебе. Все. И мы прячем свои руки назад. Прошло буквально недели, полторы-две, у меня отпуск, и мы поехали в Киев. Приехал Бонке. Мы хотели посмотреть. Это был мой любимый евангелист. И мы приехали туда. Мы посмотрели все, мы были рады, довольны. И теперь моя жена едет с друзьями обратно на Волынь, а я еду к своим родителям уже в Ульяновскую область. Только я один день вечером побыл дома, утром звонок. Володя Грицак, Юра, срочно приезжай в Нововолынск. Вова, я только приехал. Юра, срочно приезжай в Нововолынск. Тебе оставляют жилье. И оставили те люди, на которых я никогда не мог подумать. Бог ответил. Ответил. И я снова говорю, я благодарю Леню и благодарю Олю за то, что Бог через них ответил. Не через кого-то, а именно через них. То есть так оперирует Бог. Аминь. Аминь. Таким образом, через друзей, через слово, через обстоятельства, через ситуации, через мужа, через жилы. Да. Ну, Бог сказал, и человек делает. Мы же не понимаем, что иногда есть такое понятие интуиция, это сфера духа. И Бог работает через нее. И я знаю много таких случаев. Хорошо. И мы видим, что он властвует, он защищает и так дальше. Дальше. Он властвует над духовным и физическим мирами. Это тоже очень важно. Это тоже очень важно. Почему? Потому что верующие иногда боятся. Боятся. Я не знаю, может я тебе рассказывал случай, мы приехали в село к моей жене, у нее троюродный или четыроюродный брат живу рядом, и к нему приехала сестра. Все говорили, что она одержимая. Она в Кировограде или в Кировом Роге покаялась, и однажды на одной группе она услышала голос. Она сказала лидеру группы, он никому не говорит, потому что тебя посчитает плохой верующий. Она не сказала, дошло до того, что она с этим голосом уже разговаривала на полном этом самом. И все считали ее одержимой. И когда мы ишли туда, все на нас смотрели как на инопланетян. Мы пришли туда, сели, начали говорить с ней, люди в окна вот так вот заглядывали, ну извините, но аж неудобно было. Мы поговорили, дали наставление, мы ушли. Живые, здоровые, благословенные. Бог властвует над духовным миром. Он наш Отец. А мы через Христа имеем с Ним связь. И это очень важно. Но снова же, за это мы мало говорим. Мы мало говорим о том, какие конфликтные ситуации Библия разрешает и дает нам возможность, и дает нам возможность по этапам смотреть на это все. И быть свободными. И быть свободными, да. Почему написано, сам Христос сказал, «Прибудете в Слове, познайте истину, и истина сделает вас свободной». Аминь. Истина. Да. «Прибудете в Слове, познайте истину». Без пребывания в Слове, погружения в Слове, нахождения в Слове, не может быть познания истины. Не может быть познания истины. Юра. А истина после этого освобождает. Когда вы поехали в Мексику однажды с Андреем, и я получил откровение. Что такое истина? И Иисус сказал, «Я есть истина». Еврейское слово «познание» это слияние воедино. Адам познал. И Библия говорит, «И познал Бог своих». И мы тогда были, ехали уже во второй реабилитационный центр, там где-то было человек 40. И я проповедовал вот эту тему, познайте истину. Я им сказал, «Ребята, вы отсюда выйдете, через 2-3 месяца вы будете снова здесь всех». Почему? Потому что вы не с Богом. Познайте истину, соединитесь со Христом. И тогда его живительная сила, она будет текти в вас, освобождая и благословляя вас. Юра, я дополню, ты правильно, очень верно подметил. Потому что познание истины это не прочитать одну главу и закрыть, и забыл, какого я есть. Познание истины, познать истину, это не беглое чтение Писания. Один стишок, что Бог откроет, но открыл, но открыл, не открыл, а это действительно, это углубление. Я понимаю, Юра, это углубление, это раз, и это соединение со Христом. но после этого, да. И когда мы призвали покаяние, кто хочет, ну, практически весь репцентр вышел. Но я не знаю, последуют ли они этому примеру или нет. Почему? Потому что я последовал этому примеру, и это было благословением для меня. Многие люди, которые хотели освободиться, которых Бог освободил на первом этапе, вот как у меня, они хотели соединить свою жизнь с Ним. Почему? Чтобы уже никогда, никогда, не уходить никуда, а быть только со Христом. Почему? Потому что это сила благословения, это милость, это Божья благодать, это жизнь с Ним, это служение Ему, ну, и все остальное, о чем можно говорить. Это огромное благословение. Хорошо. И последнее. Он прощающий грехи и беззакония наши. И вы знаете, это очень важно. Почему? Хоть мы знаем по Писанию, что Бог простил это там на кресте, но это важно для человека. Почему? Потому что наше сознание настроено на то, настроено, что если я что-то сделал, я должен получить маленький луп. И для того, чтобы не получить этот маленький луп, я прихожу к Богу и говорю, Господь, пожалуйста, у меня проблема, я имею слабость в этом. почему я это и сделал. И прошу Господи, прости, дай силы, веди, научи и благослови. И вот для меня очень важное место. Это последние стихи Иуды, то есть не того, который предал Христа, а настоящего, правильного Иуды. Могущему спасти нас от падения и поставить перед славой и своей непорочными. Вот тут, Юра, то, что ты сказал, это, ну как, поставить себя в зависимость от кого-то. Когда у меня проблема, когда я стою на грани падения, я кричу, Бог, ты силен спасти меня от падения. Ты, не я, я слабый, ты силен. И происходит чудо. Я не знаю как. Возможно, я это не чувствую, но я откажу от того состояния, в котором я был. Я откажу от тех проблем, в которых я был. Я, возможно, откажу от того, что меня преследовало. Почему? Потому что Бог отводит, Он силен. И поэтому, друзья, христианская свобода. Мы немножко с Юрой только коснулись сегодня, потому что это тема целого семинара. И если кого, например, Сакраменто заинтересует, пожалуйста, позвоните Юрию, он даст мой телефон. И я с удовольствием... А если из других штатов? Когда у меня будет возможность, мне где-то должны поставить выходные в воскресенье, в понедельник, пожалуйста, я могу приехать, и я могу вести не только эти семинары, но... И другие. И другие, да. Юра, тебя отличает любознательность и любовь к изучению, к слову. тебя выделяет из общей массы. Поэтому Бог да благослови тебя. Спасибо. Дилу даюсь, глядя на некоторых людей, которых... амбиции на взводе, душевные расстройства на взводе. Это все букет целый. Есть путь, апостол Павел говорит, более превосходный, намного лучший. И мы с Божьей помощью в меру нашей с тобой духовной зрелости мы постарались быть благословением для вас сегодня. Помните, Иисус Христос любит вас. Многое велико. Мы также любим вас. И будьте благословены. Оставайтесь с нами на импакте. Юра, еще раз спасибо тебе. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин